Всем привет, меня зовут Люда, вы находитесь на YouTube-канале Blush Supreme, добро пожаловать! Сегодня у нас не будет очень долгого вступления, поскольку уверена, что всем вам интересны подробности относительно одной новости, которую мне в Instagram прислали, наверное, раз в сто, и спасибо вам большое за это. Так что не будем долго кокетничать, сразу к сути, поехали! Но все равно не могу не сделать маленькое отступление относительно Instagram, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, там еще можно перед Новым годом купить вот такой ободок, как у меня, он еще есть в бордовом цвете, таком бордово-малиновом. Но что самое классное относительно именно этих ободков с пайетками, их можно по-разному менять сторонами, и тогда свет преломляется по-другому. Вот, например, ободок таким образом смотрится, можно поменять сторону, видите, преломление света другое, и уже ободок смотрится иначе. Можно также его взъерошить, как любые пайетки, он будет такой немножко, скажем так, живенький, но я его причешу и оставлю вот в такой, такой стороной. Так что да, торопитесь в Instagram, их еще можно приобрести, они еще успеют до вас дойти до Нового года, и вот вы можете в таком красивом ободке встречать Новый год. Ну что, а теперь точно приступаем к теме ролика. Итак, вы, наверное, слышали, что таблоид The Sun, не самое правдивое издание, справедливости ради должна сказать, заявило о том, что появились слухи, что королева готовится к отречению. Но все не совсем прям так, как написано. Если это произойдет, то это будет не вот тебе 100% отречение, и уж точно случится не сейчас. Для начала я хотела бы сказать, что, например, муж королевы Елизаветы, принц Филипп, герцог Эдинбургский, когда ему стукнуло 95 лет, он ушел на пенсию. То есть сейчас он не исполняет свои королевские обязанности, но эти обязанности не возложены на кого-либо другого из членов королевской семьи. Как вы узнали из прошлого ролика, только когда герцог скончается, то его титул, герцог Эдинбургский, перейдет к принцу Эдварду, и он уже будет исполнять эти королевские обязанности. Королеве же через 18 месяцев тоже исполнится 95 лет, и как пишет The Sun, она подумывает, чтобы тоже как бы уже свалить на пенсию. Напомню, что Елизавета II является королевой Великобритании с 1952 года, это самый долгоиграющий монарх, если можно так сказать. Открытых заявлений, естественно, пока нет, но и сложно себе представить, чтобы во дворце кто-то что-то подтвердил, мол, да-да, престол скоро станет небабкиным. Естественно, этого произойти не может, но статистика говорит сама за себя. Во время исполнения королевских обязанностей замещает Елизавету именно Чарльз. Например, королева выполнила 283 королевских обязанностей в 2018 году по сравнению с 332 обязанностями в 2016 году. Не знаю, почему сравнивают 16 и 18 год, но статистика такая. А Чарльз, например, выполнил 507 королевских обязанностей в 2018 году. Понятное дело, что и возраст другой, но все же как бы он исполняет больше королевских обязанностей и более значим. В общем, вроде как это отречение своеобразное приурочено именно к юбилею Елизаветы, но Чарльз вот так вот просто королем не станет. Но об этом мы поговорим чуть позже, в конце этого ролика, так что не переключайтесь. Также Чарльз выступил как настоящий монарх, вот правящий монарх в этом скандале с принцем Эндрю, про который мы тоже говорили, с этими связями с Абштейном, педофилией и прочее-прочее. Вообще, именно Чарльз всегда утверждал, что королевская семья должна быть в разы меньше, привет Сара Фергюсон и Ижи с ними. Мол, слишком много у них там товарищей, которые помимо того, что пользуются средствами из общего кошелька, так еще делают вредную рекламу самой монархии. И ситуация с принцем Эндрю, ну, прямое тому доказательство. Например, как случилось это интервью, многие британские СМИ прям умоляли Чарльза взять бразды правления в свои руки. Например, в одной статье Times говорилось о том, что Британия нуждается в более жесткой хватке в центре. И что это может произойти исключительно только от Чарльза, а королева уже утратила какую-то силу над дворцом, и вообще, в принципе, над всей этой шайкой лейки под названием Роял Семья. И как я предполагала, в принципе, в предыдущих роликах, принц Эндрю не сам решил отречься, он консультировался именно с королевой и с Чарльзом. Сейчас появились такие сообщения от инсайдеров, что, мол, именно с Чарльзом в том числе он и консультировался. Они решили все вместе о том, что правильным решением будет отречься принцу Эндрю от Роял Статуса. Также многие таблоиды говорят, что то, как Чарльз отреагировал на ситуацию с принцем Эндрю, со своим братом родным, показало, что он готов быть королем. Например, он прервал свой визит в Новую Зеландию и вернулся в Великобританию, чтобы обсудить непосредственно эти семейные дела, решить, нужно ли принцу уходить в отставку. И как бы тем самым он показал, что он выступает в роли теневого короля, то есть короля, который дергает за ниточки, ну, в положительном смысле слова, а королева уже непосредственно говорит как бы решение. То есть он является сейчас таким теневым королем, теневым серым кардиналом, как мы говорим. В общем, чем дальше в лес, тем сказки будут становиться все страшнее. И я думаю, что Чарльз все больше и больше будет контролировать именно королевские дела. Например, в 2020 году запланирована встреча главпредставитель стран-членов Содружества нации, которая пройдет в Руанде. Ее, естественно, посетит Чарльз. Вопрос, в каком статусе? Вопрос. Но об этом чуть позднее. Еще, несмотря на то, что принц Филипп сейчас как бы на пенсии, ему сейчас 98 лет, такой долгожитель, не 150, как я говорила в прошлых роликах, это был сарказм, кто не понял, ну да ладно. Так вот, принц Филипп большее время проводит в своей резиденции в поместье Вуд и поговаривает, что Чарльз постоянно консультируется именно с отцом, как ему поступить в той или иной ситуации. Например, после того, как они совещались именно с принцем Филиппом, Чарльз высказал такое желание, чтобы принц Эндрю навсегда ушел в отставку. На данный момент в его заявлении сказано в обозримом будущем, никто не понимает, что значит обозримое будущее, но вот Чарльз хочет, чтобы он ушел в отставку навсегда. Кстати, поговаривают о том, что принц Уильям тоже был за то, чтобы Эндрю ушел в отставку, он заявил о том, что это был правильный поступок, это отставка, ну мне кажется, не надо быть принцем Уильямом, чтобы понять, что это правильный поступок, точнее не правильный, а вынужденный и единственный возможный в данной ситуации. И самое страшное, что эта ситуация может стать причиной, по которой развалится монархия в принципе. Я думаю, что это маловероятно, но в определенных кругах в Лондоне все больше и больше поговаривают о том, что отречение Елизаветы II это возможность выбрать реального главу государства. Например, Лейборийская партия говорит о том, что Великобритании пора отказаться от традиционной монархии, что мол, когда Елизавета отречется от трона, это самый идеальный вариант, когда в принципе можно уже все, переходить на другую форму правления. Также его поддерживает и шотландская национальная партия, мол, давайте назначим референдум о роли монархии в нашей стране, но если честно, мне кажется, что они до сих пор не могут разобраться со своим референдумом по Брекзиту, а уж референдум по монархии, ну просто не смешите ему корону, хочется сказать. В общем, возвращаемся к Чарльзу, мы про него говорим, почему он не станет сразу королем, если через 18 месяцев Елизавета отречется от престола. Он станет регентом. Почему? И ответ кроется в самом алгоритме происходящего. Никто не ожидает, что королева официально отречется от престола, как, например, это сделал ее дядя Эдвард VIII. То есть передача полномочий должна происходить без официального отречения. Возможно ли это? Возможно. Это возможно, если королева не может выполнять обязанности по какой-то серьезной причине или по причине здоровья. Здоровье это одна из таких главных и весомых причин. Например, подобная ситуация произошла в конце 19 века, когда Георг III сложил в себя полномочия по причине здоровья, потому что у него была очень серьезная болезнь порфирия, тяжелое заболевание пигментного обмена, когда человек прям теряет рассудок. Естественно, он не мог принимать никакие решения. И тогда его сын Георг IV взошел на престол в качестве регента, и, собственно, произошла передача полномочий без официального отречения. И Георг IV стал регентом. Собственно, ожидается, что Чарльз будет именно регентом. Закон о регентстве существует от 1937 года, но именно прописано о недееспособности монарха. Королева Елизавета же, об этом пишут многие биографы, писатели, например, фильм «Дампьер», он очень много книг про королевскую семью написал, говорит о том, что Елизавета прекрасно себя чувствует, у нее отличное здоровье, она весела, бодра, катается на лошадках, посещает огромное количество мероприятий, не такое большое количество, как раньше, но все же. То есть нет никаких предпосылок, что здоровье ее пошатнется в ближайшие 18 месяцев, и она станет недееспособна. То есть либо ничего не произойдет, и мы с вами просто так здесь собрались, либо в закон 1937 года внесутся дополнительные поправки, ну, что тоже возможно, естественно. Кстати, для всех для нас, когда Чарльз станет королем, он будет именоваться королем Карлом III, потому что английские имена монархов на русский язык произносятся именно на немецкий манер, так что господин Чарльз станет королем Карлом. Забавно. Но вообще, что мне хочется вам сказать, о коронации никакой через 18 месяцев ожидать нам не стоит. Если и будет происходить передача полномочий, она будет очень мягкая, очень, ну, нам с вами незаметная. Карлаш, любимый, будет исполнять обязанности, опять же, как теневой король, как серый кардинал. Это будет очень медленно, очень, ну, так, чтобы не будоражить общество, абсолютно точно. По большому счету, королева просто сделает шажочек или полшажочка назад, и Чарльза просто выдвинут на первый план. Ну, не на первый, а так просто рядышком, около плечика подышать дадут королеве. Я думаю, что примерно так это все будет выглядеть. Но вот, еще какой вопрос волнует общественность. Общественность, которая не очень погружена в эту тему. Может ли Уильям стать королем? Кстати, многие из вас думают, что Уильям это следующий наследник. Нет, Чарльз следующий наследник, потому что он у нас сын, первый сын королевы. И, собственно, по закону престола наследия, именно он следующий наследник трона, престола. И вообще в Англии принят Билля правах, это 1689 год, где установлен определенный порядок престола наследия, и он действует до сих пор. Единственные изменения были внесены в 2013 году, когда было отменено преимущество наследника мужского пола. Теперь престол передается относительно абсолютного первородства, вне зависимости от пола первого ребенка. Например, до 2013 года на престол был Чарльз, Уильям, его сын Джордж, и далее Луи. Ну, Луи еще не было в 2013 году, но чисто теоретически. Шарлотту пропускали. Теперь же Чарльз, Уильям, Джордж, Шарлотта. То есть, вне зависимости мальчик-девочка, они все идут, как родились. Но обратно к Уильяму его возможности стать королем. Учитывая, что власть Великобритании принадлежит парламенту, а не королеве, то чисто теоретически в парламент может быть внесен закон, который постановит, что следующим королем должен стать Уильям. Чисто теоретически это возможно, чисто практически, я думаю, что нет. Да и многие поговаривают, что Уильям не готов сейчас стать таким увесистым, полноразмерным, скажем так, королем. Он еще слишком молод, у него еще слишком молодые суждения. Чарльзу эта, скажем так, функция подойдет как раз на ура. И я думаю, что он внутренне уже очень-очень к этому готов. Конечно, он будет не вот тебе молодой монарх, как его мать. Но, как мы знаем, когда Елизавета стала в 26 лет самым молодым монархом вообще, который только можно представить, немногие были уверены в том, что она сможет заслужить, я не знаю, как это сказать, заслужить доверие граждан, заслужить вообще доверие парламента и всего-всего. И действительно случится такое, что она переживет такое количество премьер-министров, такое огромное количество исторических каких-то моментов. В общем, она грандиозный, гениальный монарх стала. Но никто тогда в 52-м году об этом не думал, и все думали, ну, не знаю, что-то не очень им повезло. Так что, может быть, Чарльз, его 71 год, через 18 месяцев ему будет 72-73, и неплохой вариант. Он, по крайней мере, уже пожил, у него есть опыт, у него есть какое-то определенное мировоззрение. Ну, поживем-увидим, как говорится. В общем, на данный момент известны вот такие вот факты, что с ними связано, откуда что произрастает, я вам сегодня рассказала. Надеюсь, что вам понравилось это видео, я заслужила ваш лайк. До конца года у нас осталось совсем немножко, и я думаю, что больше серьезных тем у нас с вами не будет. Будем разговаривать про Рождество, про какие-то легкие новости. Так что обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, колокольчик нажимайте, чтобы не пропускать ролики, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!